Итак, начнем тогда. Всем добрый день, те, кто смотрит нас сейчас в онлайне, и те, кто будут смотреть нас в записи. Меня зовут Елена Антаманова, я менеджер Алимпиады Я Профессионал, и с нами сегодня на связи Дарья Малтыкова, руководитель сервиса исследований и управления компетенциями корпоративного университета TMK2U, Александр Шабалтин, куратор студенческой программы F2D Generation, Надежда Галкина, менеджер по подбору и развитию персонала проктора М. Гэмбл Снова, и Полина Малахова, менеджер по организации и управлению производством проктора М. Гэмбл Снова. Коллеги нас познакомят на нашем инженерном марафоне с деятельностью своих компаний. Конечно, мы и так уже много знаем про их организации, но наверняка они нам расскажут немножко глубже и погрузят нас в специфику работы своих молодыми специалистами и расскажут, как сделать первые шаги в карьеру начинающему инженеру. Перед тем, как начнут выступать спикеры, я проговорю несколько организационных моментов. Первое – это то, что микрофоны во время нашей трансляции будут выключены, чтобы посторонние шумы не мешали нашим выступающим. Если есть какой-то вопрос, его можно написать в чат, и я обязательно задам его после окончания выступления. По времени мы планируем уложиться примерно в один час. И я тогда передаю слово моим коллегам из компании «Проктор М. Гэмбл». Полина, Надежда. Добрый день, друзья. Мы сейчас прямо вместе с полей, прямо с завода. Мы находимся на работе здесь с Полиной и готовы, собственно, поделиться, рассказать чуть-чуть о том, чем же мы тут занимаемся и как попасть в нашу прекрасную путь. Сюда. Одну секундочку. И мы начинаем. Мы представляем международную компанию «Проктор М. Гэмбл». Конкретно завод «Новомосковский», который входит в топ крупнейших заводов Европы P&G. Чуть-чуть начнем рассказ о нашей компании. Компания «Проктор М. Гэмбл» на рынке уже практически более 180 лет. И, возможно, она никогда не образовалась бы, если бы не американец Джеймс Гэмбл и ирландец Уильям Проктор которые по воле судьбы были женаты на двух сестрах, отец которых и предложил своим сетьям объединить свой бизнес. Потому что Джеймс Гэмбл занимался производством свечей, Уильям Проктор – производством мыла. И в те времена, в 1837 году, для производства данных продуктов использовалось одно сырье, это было животное сало. И, собственно, в 1837 году был подписан договор. Между этими молодыми людьми была образована компания «Проктор М. Гэмбл». История наша достаточно большая. Много связано различных занимательных фактов с нашей компанией. Например, возможно, вы когда-то слышали выражение «мыльная опера». Так вот, дело в том, что Проктор и Гэмбл и сегодня является крупнейшим в мире рекламодателем. И, соответственно, давным-давно, когда по телевизору крутили оперы, частенько они прерывались на рекламу нашего мыла «Айвори», одного из самых популярных продуктов в истории компании. И с тех пор оперы стали называться «мыльными», поскольку время от времени Проктор и Гэмбл подключалась туда со своей рекламой. Вот такая небольшая история про нашу компанию. Здесь перечислено только небольшое количество всех брендов, которые в нашей компании присутствуют. Наверняка у каждого из вас дома есть несколько из них, а может быть про некоторые вы даже не догадывались, что они находятся в портфеле нашей компании. Когда-то нашей частью были также батарейки «Джироселла», «Чипсы Принглс» и еще много-много интересных брендов. Кстати, многие из перечисленных здесь производятся прямо здесь у нас в Новомосковске. Если, возможно, вы пойдете проверить ваш Ариэль, Тайт или Ферри, вы увидите там адрес того места, где мы сейчас с Полиной находимся. Чуть-чуть еще о ПНЖ. Более 65 брендов сейчас находятся в нашем портфеле. Более 5 миллиардов потребителей употребляют наши продукты каждый день. То есть больше половины планеты используют продукты ПНЖ. Более 180 стран продают наши продукты. Также в нашей компании существует политика «Diversity and Inclusion», которая говорит, что в нашей компании доступ к управленческому звену и вообще к работе и женщины, и мужчины имеют одинаково равные. Поэтому мы здесь достаточно открыты. Сейчас в нашей компании более 40 тысяч женщин, и их число продолжает расти, соответственно, совместно с тем, как и растет наша большая компания. Почему ПНЖ? Чуть-чуть о наших политиках, целях, принципах. Философия роста изнутри говорит о том, что если вдруг какой-то человек с высокой позицией менеджерской, который много лет проработал в компании, покидает ее, на его место предлагается человек изнутри, изнутри компании, который готов к этому, и, соответственно, все наши сотрудники растут изнутри. Поэтому если вы откроете наш карьерный сайт, и вообще, в принципе, те вакансии, которые мы публикуем, в том числе на площадке «Я профессионал», это стартовые позиции или стажировки, которые позволяют вам попасть в компанию и в дальнейшем там расти и развиваться, и, возможно, получать в будущем большие позиции. Возможности лидершип. Вот сзади нас находится наш бренд Dayvan, это бренд наших стажировок. Это значит, что с первого дня работы в компании, с первого дня вашей стажировки вы получаете определенную ответственность за несение определенного проекта. Никто не будет просить вас перекладывать бумажки с места на место, с самого первого дня вы будете нести вклад в бизнес и получать все возможности для того, чтобы развивать свои навыки, прокачивать их и делать действительно классные вещи. Полина потом чуть-чуть попозже расскажет о том, какие были у нее проекты на стажировке и с какими могли бы столкнуться потенциально именно вы. Открытый доступ к лидершипу компании, это значит, что на соседнем этаже в моем офисе сидит наш директор Габриэль Покеротио, он итальянец, и в любой момент я могу прийти и задать свой вопрос, если он у меня есть. Также в любой момент я могу обратиться к любому сотруднику компании за советом или по какому-то своему другому вопросу, по бизнес-вопросу, они обязательно помогут мне это сделать. Вообще, в принципе, в английском языке нет слова «вы», есть слово «ю», поэтому нам достаточно легко найти общий язык с различными категориями наших сотрудников, в том числе, которые находятся на другом конце земного шара. Ну и также, как я уже сказала, наша компания является международной, обучение и развитие здесь на самом высоком уровне, и на этапе отбора вы никогда не столкнетесь с вопросами о том, как использовать ту или иную технологию, что вы знаете, какие навыки у вас есть. То есть именно больше мы смотрим на то, как работают ваши аналитические способности, насколько быстро вас способны учиться, воспринимать информацию. Однажды на карьерной ярмарке ребята спросили, так все-таки кто же вам нужен? Мы чуть-чуть рассказали, им они сказали. Тогда понятно, вы ищите талантливых людей. Вот, наверное, это самое правильное определение тех ребят, которые подходят для работы в нашей компании на тех позициях, которые им были бы интересны. Чуть-чуть еще об обучении и о карьере в нашей компании. В первую очередь мы принимаем людей не на определенную позицию, мы приглашаем вас в компанию. В компании предусмотрено, что примерно каждые 2-3 года вы будете менять свое назначение. Это значит, что те обязанности, которые вы будете выполнять, будут добавляться новыми или вообще кардинально изменяться. Для того, чтобы в процессе роста до директора производства или директора определенного департамента вы получали так называемый общий взгляд из различных направлений и понимали, как работает бизнес, чтобы эффективно в дальнейшем им руководить. Мы никогда не перестаем учиться. У нас есть регулярные тренинги, поддержки на каждой новой роли. И, соответственно, у нас даже есть так называемый knowing grow план, план роста и развития, который каждый сотрудник обязательно пишет в начале года и потом повышает свои определенные скиллы, которые нужны ему для работы или, возможно, в принципе, для жизни. 70-20-10 – это наш принцип, в том числе на стажировке, что 10% вы узнаете из материалов, из каких-то стандартных операционных процедур, 20% – это бенчмаркинг. Например, я могу прийти к Полине и спросить, а как она делала это в своем проекте, или прийти к какому-то другому менеджеру. Ну и 70% мы пробуем на практике. Очень здорово, что компания позволяет вам, возможно, допускать какие-то ошибки на первых этапах – это абсолютно здесь нормально. Главное, чтобы вы пробовали и пытались что-то делать. Соответственно, основная ценность нашей компании – это люди. Как сказал один из наших директоров, что если вы заберете наших людей, но оставите нам наши бренды, наши постройки, компания падет. Но если же вы оставите нам наших людей, то компания выстроит снова себя же в десятилетии. Чуть-чуть о стажировках. Какие программы у нас есть? У нас есть пять основных направлений, которые представлены непосредственно на заводе в Новомосковске. Это направление IT-стажировок, финансовые стажировки. Иногда мы открываем направление для HR, цепочки поставок. Но самое главное для нас – направление производственных стажировок, потому что мы все-таки производственные классы, мы производим продукт. И большинство позиций у нас открыто именно в направлении инженерии на мануфактюре. И чуть-чуть подробнее будем двигаться туда. Как же выглядят наши кандидаты? Вот те самые талантливые люди, которые обладают аналитическим, критическим мышлением, диджитал-скиллами, эмоциональным интеллектом. Необходимо иметь достаточно крепкие английские на уровне, хотя бы интермедиат. Вы должны понимать, что говорит вам хотя бы наш Габриэль, наш директор, а также другие коллеги из других стран, из других заводов, и уметь им отвечать. Но тем не менее, естественно, мы как компания готовы вкладывать в развитие вашего языка, в развитие этого навыка. И у нас также есть определенные инструменты, которые помогут вам его совершенствовать. Ну и в первую очередь помните, что 70% – это практика. А практики у нас здесь достаточно много. Ну и, соответственно, нельзя забывать, что мы приглашаем вас на стажировки именно к нам, в Новомосковск. Сами мы не местные. Полина расскажет, откуда она приехала. Я родилась в Воронеже, несколько лет жила в Петербурге, и вот я здесь, в Новомосковске, строю свою карьеру. Собственно, и мы приглашаем вас присоединиться. Например, предлагаем стартовую заработную плату от 80 тысяч рублей, плюс поддерживаем вас ежемесячно проживанием в размере 10 тысяч рублей. Стажировка длится от 3 до 6 месяцев, зависит от тех проектов, которые у вас будут. Ну и, соответственно, многое-многое другое, что предлагает наша компания. Поддержку обедов с прекрасными коллегами, это транспортировка по всему городу и куча всего. Ну и, естественно, тот незабываемый опыт, который вы можете здесь получить. После стажировки вы проходите небольшую квалификацию, рассказываете о том, чего вы достигли за время стажировки, и в случае, если вы постарались, вы вложились в эту стажировку, получили какие-то определенные результаты, лидершип-компания принимает решение и, возможно, приглашает вас на полноценную позицию, позицию менеджера по организации управления производством, которую сейчас Полина, например, занимает. И я уже, мне не терпится передать слово, собственно, Полине, для того, чтобы она рассказала про новое, те стажировки, которые у нас есть. Привет всем, меня зовут Полина. Да, действительно, я тоже не местная, как и Надя. Я родилась в городе Екатеринбурге, а за свою жизнь успела пожить, на самом деле, даже еще и в Штатах. Но так вот сложилась судьба, что я здесь, совершенно не жалею. У вас замечательный опыт, мне, на самом деле, очень многое здесь нравится. Давайте немножко ближе к теме про завод. На своей позиции я работаю уже чуть больше года, поэтому немножко уже ориентируюсь. Если говорить в целом про компанию Procter & Gamble в России, то мы представлены тремя основными локациями. Это завод «Жилетцы» на Катербурге, а «Дженерал офис» в Москве, который занимается в том числе и, так называемым, лидершипом по Восточной Европе, организацией и такими уже вещами, которые все-таки не столько производственными. И, конечно же, завод «Новомосковский», с которым мы сейчас с вами со всеми общаемся. Один из самых больших заводов Procter & Gamble в Европе. Расположен, как я вам сказала, в «Новомосковске». Это Тульская область. На самом деле, всего лишь 2-2,5 часа от Москвы по замечательной дороге М5. Недалеко до Тулы, до Тулы чуть меньше часа езды, поэтому не нужно думать, что это вообще в отрыве от цивилизации, нет. Здесь вообще прекрасные парки, различные культурно-массовые какие-то мероприятия, места, например, бассейны, конные клубы. Вообще здесь все на самом деле есть. Плюс города на самом деле в том, что он не очень большой, но в то же самое время он расположен недалеко от всех крупных городов, которые можно было бы захотеть. Плюс небольшого города в том, что… Вы можете видеть на слайде, на самом деле, его параметры, так скажем. Плюс небольшого города в том, что все на самом деле близко, все удобно, доступно, можно до всего практически дойти пешком. Он очень уютный, очень зеленый, очень милый. А на самом заводе, который на самом деле очень недалеко от города находится, у нас представлено 5 основных юнитов. Это бэк-офис, собственно, в котором у нас находятся административные функции. Это завод, отдельная часть завода по порошкам, dry laundry, отдельная часть по жидким моющим средствам, такие как Ferry, как Lenore. Это бумажное производство, на котором всем знакомые Pampers и Discreet производятся. И, конечно же, дистрибьюторский центр, который у нас работает, на самом деле, не только на Россию, но также на 15% того, что мы экспортируем. Мы экспортируем в ближайшие зарубежья. На всего на заводе работает более 2,5 тысячи сотрудников. Завод действительно очень большой. Есть куда развиваться, есть у кого учиться. Это вообще не проблема. Я, на самом деле, была немножко так озабочена, так скажем, тем фактом, что, казалось бы, ты приходишь на такое огромное производство, в котором столько всего нужно знать, уметь параллельно думать. Было, на самом деле, немножко страшно. Но когда я пришла и поняла, насколько люди действительно работают как команда и готовы поддержать, они заинтересованы в том, чтобы поддержать, заинтересованы в том, чтобы влечь. Вообще перестал всего бояться, потому что люди были очень всегда готовы прийти на помощь. Из тех проектов, которые были, как я сказала, все-таки это довольно challenging. Некоторые примеры этих проектов можно увидеть на слайде, я расскажу о своих. У меня были те проекты, которые направлены на, так скажем, целостное восприятие всего производства порошков, как от самого начала, когда мы принимаем сырье, передаем его, обрабатываем, запускаем в производство, до самого конечного этапа, когда мы уже непосредственно упаковываем наш готовый продукт и отгружаем его на дистрибьюторский центр. Было очень интересно, было очень сложно, не побоюсь так сказать, но это не та сложность, которая, знаете, заставляет сильно нервничать. Это скорее интересно, это вызов самому себе, а с хорошей командой это совершенно не страшно. Главное – правильно подойти и все это организовать. Вообще, в целом, податься на завод было совершенно несложно, я весь отбор прошла буквально за две недели. Спасибо большое Наде, которая на самом деле на контрасте с некоторыми другими заявками, которые я подавала, всегда была рядом, чтобы ответить на вопросы, помочь, поддержать, чтобы посоветовать, ответить. Это, конечно, замечательно, особенно с учетом того, что всегда находятся, дают человека, который мог бы ответить на какие-то вопросы о городе. Казалось бы, ну, наверное, не очень удобно у HR-представителя спрашивать какие-то вещи, но у такого, так скажем, бади всегда можно задать какие-то вопросы о городе, о людях, о жизни и так далее, что тоже было приятно, что на все мои вопросы можно было найти ответ. Вот, собственно, так, подать заявку вы можете на платформе Я-профессионал, в том числе, которая всем вам уже знакома, можете зайти напрямую на наш карьерный сайт, как вам будет удобно. Коллеги Я-профессионал всегда очень заботятся о своих участниках, всегда уточняют, в каком вы статусе, поэтому вы точно не потеряетесь, если откликнетесь там, на наши позиции, и мы в дальнейшем вам поможем для того, чтобы вы тоже прошли этот этап. Результаты тестирования, результаты интервью действительно в течение года. Это значит, что вы можете пройти отбор прямо сейчас для того, чтобы присоединиться к нам, например, на летнюю стажировку, или в тот момент, когда у вас есть такая возможность для того, чтобы принять участие. После прохождения стажировки также вы можете квалифицироваться, получить так называемый letter of intent, письмо о намерениях, что компания готова вас нанять, например, когда вы завершите свое обучение. RussiaPGCareers.com – это наш сайт, в принципе, если вы наберете даже в Google и откликнутся в PNG, это первый сайт, который высветится именно для вас. Открывайте ново, подавайтесь на наши заявки, или, как я сказала, также используйте платформу «Я профессионал». И в целом мы завершаем с Полиной и готовы отвечать на ваш вопрос, если они есть. Полина, Надежда, спасибо вам большое за рассказ. Очень забавный факт про мыльную оперу. Постараюсь его запомнить. Если какие-то вопросы есть, пишите в чат. У меня вот вопрос по поводу интервью. У вас было написано, что три этапа. А можете рассказать, с кем вот эти три встречи будут? Интервью обычно проводят наши квалифицированные для проведения интервью менеджеры непосредственно с производства. То есть для Полины интервью проводил ее будущий руководитель в том числе. Интервью проходят все в одинаковом формате. То есть даже те вопросы, которые вам будут задавать, они будут, возможно, чем-то похожи между собой. Но будут проводить три разных человека для того, чтобы их оценка была объективной. Иногда на одно интервью сразу могут подключиться несколько интервьюеров. Это значит, что ваш отбор пройдет немножечко быстрее. Меня, например, в том числе собеседовал директор завода. Поэтому было на самом деле здорово видеть, что на самом деле вовлечены все люди, а не только там один какой-то человек, у которого нашлось время. На самом деле вовлечены очень разные функции. И всем интересно. И всем хочется посмотреть на подрастающее молодое перспективное поколение. Фишка даже в том, что интервью, которое вы будете проходить на Engineering Manufacturing или на IT направлении, или в Supply Chain, или даже в HR будут практически одинаковы между собой. Потому что, как я сказала, мы в первую очередь ориентируемся не на навыки. Это проверяется на этапе первого скрининга первичного. Мы ориентируемся именно на ваши способности. Спасибо большое. Пока вопросов больше нет. Но в любом случае, если не появится, вы можете писать нам олимпиаде. И мы с большим удовольствием передадим все нашим коллегам. И мы тогда переходим к следующему спикеру. Мы познакомимся с ТМК. Дарья. Всем добрый день. Коллег попрошу отключить презентацию, чтобы я могла свою подключить. Подскажите, видно ли? Да, все видно. Так, коллег, еще раз представлюсь. Меня зовут Дарья Малтыкова, руководитель сервиса корпоративного университета ТМК ТУЮ, компании ТМК. Расскажу достаточно кратко о нашей компании, чем занимаемся и какие возможности есть у студентов, выпускников и молодых специалистов в нашей компании. Трубно-металлургическая компания является крупнейшим в мире производителем стальных труб для нефтегазового сектора и входит в тройку глобальных лидеров трубного бизнеса. Более 80 стран мира – это наша география поставок нашей продукции. В 2020 году общий объем реализации трубной продукции составил 2,8 миллиона тонн. В компании у нас более 30 производственных предприятий. Они находятся в России, Румынии, Казахстане, Чехии. В России наверняка знаете основные наши предприятия – это Волжский трубный завод, Синарский, Северский, Таганрогский металлургический завод. И в этом году в состав еще вошли Челябинский трубопрокатный завод и Первый Уральский новотрубный завод. И в компании трудится у нас более 55 тысяч сотрудников. ТМК обладает мощностями по производству всего аспекта стальных труб. Это и бесшовные, и сварные, и резьбы класса премиум. И наибольшая доля в структуре продаж – как раз нарезные нефтегазовые трубы CTG. Ну и также очень хорошо развито направление сервисных услуг. Более подробно о компании можно узнать на нашем сайте официальном ТМК. Сейчас я в общих чертах расскажу о нашей деятельности. Кроме производства, мы занимаемся еще исследованиями и разработками. У нас есть Российский научно-исследовательский институт, который находится в Челябинске. Там коллеги занимаются созданием и освоением новых видов продукции. И есть научно-технический центр в Сколково. Центр оснащен современным испытательным лабораторным комплексом, где проводятся различные испытания инновационных материалов, конструкций, технологий. И в структуре компании также есть корпоративный университет, представителем которого я являюсь. Открылся университет у нас в 2017 году. И основная цель – это подготовка и развитие наших сотрудников. Ну и также привлечение молодых кадров из числа выпускников, вузов и специалистов среднего профессионального образования. Как мы развиваем новых лидеров наших? В первую очередь мы отбираем перспективных выпускников. Ну и затем создаем все условия для того, чтобы специалисты развивались внутри нашей компании. Каким образом мы отбираем студентов? Мы участвуем в различных карьерных мероприятиях, которые организуют учебные заведения. Также мы проводим свои конкурсы и карьерные мероприятия. Из карьерных мероприятий, где мы выступаем партнерами, самые крупные – это Олимпиада «Я профессионал». Мы являемся генеральным партнером по направлению металлургия, строительство, программная инженерия и радиотехника. Входим в состав методической комиссии, принимаем участие в разработке заданий. И также являемся соорганизатором и партнером зимней школы, или сейчас как называется, инженерного форума по этим же направлениям. Инженерный форум проводит УРФУ, и мы помогаем соорганизации. Проводим в городе Сочи, в пансионате Бургас уже с 2018 года. Там выступают наши спикеры, наши руководители, эксперты. Мы проводим мастер-классы различные, проводим консультации, лекции. И также есть возможность на инженерном форуме поближе познакомиться с нашей компанией и заполнить анкету, пообщаться с представителями служб персонала предприятий. И в дальнейшем уже пройти практику и, возможно, трудоустроиться в нашей компании. Также мы являемся генеральным партнером акции «Время карьеры», где можно найти информацию о нашей компании, пообщаться с коллегами, проконсультироваться о возможностях. И проводим, как я уже сказала, сами конкурсы для студентов. Для студентов главный конкурс наш – это конкурс проектов на участие в нашей корпоративной научно-практической конференции. Он запускается у нас в начале года, с февраля. Чуть позже расскажу, где можно узнать информацию о нем будет. Есть возможность у каждого студента подать заявку на участие в конкурсе и под руководством, под кураторством наших специалистов, наших руководителей подготовить проект на актуальную для ТМК тему с проектом «Пройти отбор» и в случае успешного прохождения отбора выступить на научно-практической конференции, которая также у нас проводится в Сочи в рамках форума «Горизонты». Форум «Горизонты» у нас – это самое главное мероприятие нашей компании. К сожалению, не могу подробно сейчас рассказывать в связи с ограничением по времени, но все сотрудники стремятся туда попасть, проходят отборы на конференциях заводских. Это недельное мероприятие. Основное мероприятие – это конференция. Кроме этого проводится фестиваль команд КВН, турнир по мини-футболу, различные мастер-классы, лекции с топовыми спикерами нашей компании и также приглашенными спикерами. Ну и когда вы уже попадаете в нашу компанию, у вас есть возможность непрерывно проходить обучение, непрерывно развиваться в ней абсолютно бесплатно. Постоянно проводятся различные конференции, форумы, тренинги по разным направлениям – и профессиональным, и тренинги личностного развития. Есть программы дополнительного профессионального образования, огромное количество электронных курсов, разработанных нашим корпоративным университетом также по всем направлениям, и огромное количество вебинаров. Также у нас есть программы управленческого развития, ой, резерва, прошу прощения, системы российских и международных стажировок. Есть возможность всегда высказать свою идею, подать ее через наше корпоративное приложение Mobi2U, в котором у нас практически все сотрудники зарегистрированы и пользуются им регулярно. Можно принять участие, как я уже сказала, в конференциях, конкурсах и в различных чемпионатах профессионального мастерства. В компании у нас большое количество социальных программ. Это и медицинское обслуживание, и развитие спортивного направления, это и оздоровительный отдых в наших пансионатах и санаториях, это и различные виды материальной помощи, возможность брать оплачиваемые учебные отпуска, ну и другие программы. И очень хорошо развита у нас корпоративная традиция на наших предприятиях. Проводятся спортивные мероприятия, спартакиады, турслеты, конкурсы профессионального мастерства, фестиваль команд КВН, различные профессиональные и творческие конкурсы, где могут поучаствовать абсолютно все сотрудники. Ну и как я уже сказала, у нас существует корпоративное мобильное приложение, в котором у нас каждый день выходят новости компании, что интересного, где произошло. Есть возможность делиться своими новостями и фотографиями, есть возможность общаться в чатах, смотреть и выкладывать фотографии, ну и много других возможностей. Ну и контакты тоже можно себе зафиксировать, где можно узнать о наших вакансиях. Во-первых, можно узнать на нашем официальном сайте ТМК, а также на сайте Олимпиады «Я профессионал». И можно по электронной почте написать моей коллеге Солдатовой Екатерине, которая занимается развитием направления как раз профориентационного и взаимодействия со студентами, с вузами. И предлагаю вам подписаться на наш инстаграм нашего корпоративного университета ТМК «ТУЮ», где очень много полезной информации мы выкладываем практически каждый день, и также где мы выкладываем все новости о том, какие конкурсы, мероприятия у нас проводятся, и в том числе где можно поучаствовать студентам. И наш конкурс, который стартует в феврале 2022 года на участие в молодежно-ноучно-практической конференции, также мы анонсируем на нашей страничке в инстаграме. Поэтому подписывайтесь и будьте в курсе наших новостей. Готовы ответить на вопросы. Дарья, спасибо большое. На страничку в инстаграме я уже подписалась. Отлично. Я хочу всем тоже это сделать. Есть несколько вопросов, которые у нас ребята задавали при регистрации. Первое. Какими качествами должен обладать сотрудник компании? Есть ли какие-то, что мы можем сейчас формулировать и рассказать? Могу сказать, что мы ценим сотрудников наших. Нам очень важно, чтобы сотрудники были профессионалами своего дела, чтобы стремились к развитию и к обучению, чтобы были готовы к изменениям, так как у нас в компании много предприятий, да, и зачастую для того, чтобы вырасти профессионально или по карьерной лестнице вверх. Где-то необходимо поменять место жительства, место работы, да, то есть быть готовым к релокации в том числе. Важно не бояться проявлять инициативу, заявлять о себе, высказывать свое мнение, быть проактивным, ну и брать на себя ответственность. Наверное, основные качества, компетенции, которым должен обладать наш сотрудник. А как можно начать карьеру у вас, если пока нет вот никакого опыта и только учился все время до этого университета? Ну, здесь я бы все-таки посоветовала, уже основываясь на своем опыте, да, и на опыте взаимодействия с нашими студентами, кто у нас участвует в наших конкурсах, посоветовала бы все-таки за то время, пока вы учитесь, да, проходите учебу, участвовать в различных карьерных мероприятиях, подходить к представителям компании, знакомиться, оставлять свои контакты, резюме, участвовать в конкурсах, как, например, в нашем конкурсе, да, я могу привести пример. У нас одна студентка участвовала тоже в нашем конкурсе, прошла отбор, приняла участие в форуме «Горизонт» и там заняла первое место в своей секции. Автоматизация производства и в главном конкурсе. форума, причем она соревновалась наравне с сотрудниками, лучшими сотрудниками нашей компании, которые уже победили на своих заводских конференциях. И студентку заметили, пригласили к участию в проекте уже после конференции. И сейчас она уже работает в штате нашей компании, в московском офисе. Причем за нее даже боролись два подразделения наших, два отдела. Также, пока учитесь, проходите практику и на практике, также старайтесь себя проявить, показать ваши сильные стороны. Старайтесь наращивать опыт, силы свои профессиональные и связи за то время, пока учитесь. И соберите ваши цели в отношении работы, в такой комплект, что хотите, на что готовы. Ваши сильные стороны, ваши хобби тоже вам могут помочь. И подумайте заранее, что успеете добавить к вашим скиллам за время обучения в ВУЗе, чтобы уже прийти в компанию, хоть и без опыта как такового, но не с пустым мешком. Спасибо большое за подробный ответ. Еще раз стоит подчеркнуть в этом моменте, что всегда стоит как можно больше информации, добавлять в свое резюме, чтобы было о чем почитать о вас, а не просто о том, что вы учились в университете. И у нас есть вопрос из чата. Кто-то откликнулся на вакансию, но пока ему не пришел никакой ответ. Как долго может занимать процесс отбора и процесс рассмотрения резюма в компании? Здесь, конечно, вопрос, куда именно откликнулись на сайте или через какой-то другой источник. Здесь можем отдельно уже после мероприятий с этим человеком пообщаться. В частности, можно написать на почту, которая перед вами. Вообще стараемся сразу же отвечать, что взяли в работу резюме, рассматриваем. Здесь по скорости ответа уже не можем точно сориентировать, так как рассматривают резюме, исходя из специализации студента уже в каком-то отдельном подразделении или предприятии в зависимости от региона. И если есть такая возможность, конечно же, мы приглашаем. Здесь я попрошу написать на почту и прислать резюме Екатерине, и обязательно рассмотрим и ответим. Спасибо вам большое за помощь нашему участнику. И, наверное, у меня вопросы кончились. Если что-то будет у наших слушателей, можно опять же писать сейчас. Мы обязательно передадим Даре и ее коллегам. И я тогда передаю слово нашему следующему спикеру от РЖД. Александр, вы с нами на связи? Друзья, всем привет. С вами на связи РЖД. Я сейчас также запускаю презентацию. Но перед тем, как я это сделаю, я сразу хочу в чат направить ссылку, которая вам пригодится. Прямо через несколько, пожалуй, секунд. Что ж, я начинаю. Так, огромная секунда. Все, я начинаю. Видно ли экран, демонстрацию? Меня зовут Александр Шабалтин. Я руководитель, куратор программы по работе со студентами РЖД Generation. Расскажу вам сегодня про эту программу, что она включает в себя. Но начать я хотел бы с нашего слогана, который не так давно у нас появился. Сильная команда большой страны. И про эту сильную команду я бы очень хотел вам сегодня рассказать. Сейчас у меня будет небольшая просьба к вам. У кого есть возможность, перейдите, пожалуйста, через этот QR-код на сайт menti.com. Также вы можете просто в Google вбить menti, ввести код, который видите на экране. Если не видите, я его продиктую. 36.13.38.5. Вижу, что подключились первые, пока только один человек. Давайте буквально несколько человек дождемся, кто подключится. Два человека, и я пойду дальше по презентации. Два человека, еще кто-то, не знаю, что подключится, нет. Знаю точно, что нас потом будут смотреть еще, когда это видео будет опубликовано. У вас также будет возможность перейти через этот QR-код и ответить на те вопросы, которые я буду задавать. Давайте продолжать. Я хотел бы задать вам вопрос, прежде чем рассказать про компанию. Какие у вас есть ассоциации с работой в RGD и в принципе ассоциации с нашей компанией? Сейчас, если вы ответите, то ваш ответ появится на экране. Пока ответов не вижу. Давайте буквально 2-3 секунды подождем. Ответов нет. Хорошо. На самом деле самые разные ассоциации, мы любим их собирать, потому что стереотипов про компанию очень много. И наша такая задача, последний вот пошли ответы. Много сотрудников, масштаб, большая, чай. Спасибо. Да, давайте про это сейчас расскажу. Первое, с чего хотел бы начать, конечно, с возможностей, которые есть сегодня у вас, как у студентов. Но в том числе они доступны для выпускников. Мы вывели такие основные положения, программы, проекты, которые у нас есть сегодня для студентов. Конечно, это стипендии и гранты, которые мы предоставляем для ребят, занимающихся наукой или просто очень хорошо, которые учатся в университете. Есть такие возможности получить от нас грант, в том числе на какую-то разработку научную. У нас есть целевое обучение, но оно больше доступно для школьников, хотя, в принципе, никогда не поздно сменить свой профиль. Стажировка и практика, о которых тоже расскажу. И различные коммуникационные форматы, среди которых и хакатоники, и чемпионаты, и дни карьеры. К слову, один из таких дней карьеры был поддержан Олимпиадой «Я профессионал», за что мы очень благодарны нашим коллегам. В общем, разные форматы есть. Мы, на самом деле, во многом не отличаемся от других компаний, которые также за вас борются, также хотят, чтобы вы пришли работать к ним. Но есть отличие, конечно, и у нас. То, что мы уникальное создаем, но, наверное, эта уникальность заключается в самой компании и в том, что внутри вас ждет, когда вы попадаете сюда. Такая возможность есть. Это программа амбассадоров. Вы можете… Это не стажировка, не практика. Это, по большому счету, вы на часть этой программы, на часть этого проекта, пока он идет, становитесь частью нашей команды, команды РЖД. И мы вас погружаем в специфику нашей работы, знакомим вас с топ-менеджерами компании, выдаем вам какие-то различные мерчи. Но самое главное, конечно, вы погружаетесь в специфику и культуру нашей компании. И на практически полгода становитесь, как я уже сказал, ее частью, с различными бонусами, подарками и профитом, которые вас может сдать. Но самое главное, конечно, вы еще и представляете нашу компанию, становитесь ее амбассадором и ознакомитесь с ней, других своих сверстников, друзей и однокурсников. Также по QR-коду можете перейти, познакомиться более подробно с этой программой. До конца ноября у нас еще проходит набор, поэтому при желании присоединяйтесь, будем ждать вашу заявку. Но что, собственно, вас ждет, когда вы приходите в компанию через студенческие программы или уже с полноценным трудоустройством? Ключевой акцент, который хочу сделать, что у нас более полутора тысяч самых разных профессий. И мы часто говорим, что абсолютно каждый человек при своем желании может себя найти в нашей компании. Я люблю, честно сказать, приводить пример своего руководителя, который еще лет 15 назад начинал карьеру в компании с IT-специалиста, а сегодня он занимается брендом работодателя, внутрикомом, и, конечно, это совсем не связано с его профилем, но такая возможность есть в компании и релокации, когда вы переезжаете в другой город, потому что мы находимся в 78 регионах России, в 40 странах мира, у меня есть хороший друг, который работает в Париже, в РЖД, а у меня есть мечта переехать в Сочи, но при этом также остаться в этой компании. Для такой более подробной информации, есть QR-код тоже здесь вывелен на экране, teamrgd.ru, карьерный портал РЖД, там самая подробная информация, что сегодня есть из таких примеров тех профессий, которые доступны. И когда вы попадаете в компанию, для вас открывается такой онлайн-сервис, карьерный навигатор, вы внутри, находясь внутри компании, можете тоже искать работу, как я сказал, в разных городах и по разным специальностям. Но что позволяет менять этот профиль работы, когда вы уже сотрудник компании? Конечно, не так просто с IT-специалистом, условно, стать человеком, который занимается внутренними коммуникациями, для этого и для всего нужно образование. И вот наша система образования внутри компании, она представляет собой корпоративный университет РЖД, который, как мы гордимся, в этом году стал лучшим в мире. В нем проходит обучение менеджера со всей страны, работают в РЖД руководители. Помимо этого, у нас есть учебные центры. Вы можете видеть пример экрана, то, что мы вывели на экран, вот такая картинка. Обратите внимание, в нижний левый угол, там наш сотрудник проходит обучение, и он будет будущим рабочим. Его задача быть таким полноценным рабочим. Вот та самая оранжевая жилетка. Но чтобы не снимать и не ломать производственный процесс, наши коллеги создали такую систему через VR-очки, чтобы можно было погружаться в эту виртуальную реальность и проходить обучение виртуально, что очень упрощает жизнь и преподавателям, и тем, кто учится. В таких учебных центрах, где есть такие технологии, их 67 по всей стране, можно к ним присоединяться, менять свою специализацию, можно не быть сотрудником РЖД, но прийти туда учиться. Там доступ есть для всех. И, конечно, у нас есть своя образовательная платформа, где есть и корпоративная библиотека, можно читать самые разные книги. Есть также и обучение через видео, различные тоже образовательные продукты представлены. И это очень здорово, когда ты понимаешь, что ты не стоишь на месте, ты развиваешься вместе с компанией, а сегодня рынок идет настолько быстро вперед, что никто из нас не имеет права останавливаться на одном месте. И здесь неважно, сотрудник РЖД вы или любой другой человек. Если вы хотите быть в тренде, в профессии, если вы хотите быть востребованным специалистом, вам обязательно нужно развиваться. Здесь 100%. Продолжаю рассказ про то, что вас ждет, когда вы встанете при желании сотрудникам РЖД. У нас огромная целевая программа «Молодежь РЖД». Она представляет собой различные также продукты и проекты, среди которых я выделю буквально несколько, потому что не хочу подробно на этом остановиться, но о некоторых расскажу. Есть конкурс инновационных проектов, в нем могут участвовать с этого года. Мы ввели эту систему студентов. Наравне с сотрудниками мы создали отдельный трек для студентов, где студенты самых разных вузов, в том числе инженеры, и не только, напомню про полторы тысячи профессий, самые разные профили могут участвовать и предлагать нашей компании свои инновационные идеи и продукты для развития железной дороги, железнодорожной отрасли. Что происходит дальше? Дальше, если вы проходите финал, то вашу работу, ваш проект уже слушает генеральный директор компании, заместителя генерального директора, и в случае вашей победы вам дают деньги наставников для того, чтобы вы этот проект реализовали. Это, конечно, очень здорово. Это, опять же, помогает идти вперед. Помимо этого, у нас проходят международные стажировки для сотрудников, когда молодых сотрудников в возрасте до 35 лет отправляют в разные страны мира, в Японию, в Австрию, в Германию и другие страны для того, чтобы вы там временно поучились, поработали, вернулись назад в компанию и продолжили развиваться вместе с ней. Идем дальше. Здесь несколько примеров вот таких проектов, которые у нас есть. Новое звено, тот самый инновационный проект, инновационный конкурс для наших сотрудников Young Talents. Это про международные стажировки. Ну, еще кратко остановлюсь на то, что у нас есть такие неформальные конкурсы активности, как что, где, когда, когда сотрудники со всей страны участвуют в этом конкурсе. И это добавляет радости и жизни. Вообще, мы так часто говорим. Во-первых, команда РЖД, как у нас слоганы и социальные сети у нас так называются, команда РЖД. И часто мы еще говорим, что мы большая железнодорожная семья, потому что мы можем так дружно участвовать в таких конкурсах, как что, где, когда. Или вот у меня благодаря компании появилось увлечение в виде регата. Нам бесплатно нас отправляют плавать, и это прям очень здорово, правда. Продолжим. Молодой специалист. Значит, это статус. Обратите внимание, здесь написано статус. Здесь речь про то, что если вы устраиваетесь в компанию сразу после университета, и РЖД становится вашим первым работодателем, то вы имеете право получить этот статус, пройти конкурс. На него он не сильно большой, но в то же время этот конкурс есть. И в таком случае, если вы получаете этот статус, вам открываются дополнительные различные льготы. Например, для каждого сотрудника РЖД есть льгота 4,5% ипотека. Это абсолютно для всех. Но если вы получили статус молодой специалист, для вас льготная ипотека уже остается 2%. Все остальное компания берет на себя и платит за вас сама. Помимо этого, вам дают разовую выплату в размере полного оклада, как только вы получили этот статус. И есть различные другие льготы, которые для вас открываются. Опять же, через QR-код можете почитать более подробно или просто найти на карьерном портале РЖД. Помимо этого, хочу сказать еще про одну льготу. Она не для молодых специалистов, она для всех. Компания компенсирует 50% от стоимости вашего абонемента в спортзале. Правда, там есть поправка, что до 20 тысяч, но на самом деле она справедливая и вам очень сильно помогает оплачивать занятия спортом. Вот я на самом деле уже сколько работаю в компании, все думаю воспользоваться этой льготой. Пока не воспользовался, но после пандемии у меня потребность стала больше. Думаю, что пора воспользоваться этой льготой, потому что она очень полезна и хороша. Идем дальше. Дальше на самом деле я подготовил для вас небольшой такой квиз, через который тоже хочу немножко рассказать про компанию. Снова прошу вас вернуться в Менте для тех, кто сейчас с нами в онлайне. Мне это очень поможет вам рассказать про РЖД, потому что если там не будет ваших ответов, то мне будет сложнее это делать. Один человек на связи, два человека на связи. Ну, поехали. Итак, три человека, четыре, пять. Супер, мы повысили коэффициент тех, кто участвует. Давайте переходим сразу к вопросам. У вас одна задача – отвечать как можно быстрее и правильнее. Сколько человек работает в холдинге РЖД? Сколько человек? 350 тысяч, 700, 850 тысяч, 1 миллион человек. Итак, довольно так ответили все равномерно. Действительно, в компании работает один миллион сотрудников. И вот когда про ассоциацию я вас спрашивал, кто-то написал, что в РЖД много сотрудников. Это правда, мы самый большой работодатель в России. И вот эта история с командой РЖД и железнодорожной семьей, она на самом деле отсюда, потому что в компании работает так много людей, что эта комьюнити, команда, она вот такая довольно большая и сплоченная. Итак, идем дальше. Вопрос номер 2. Сколько профессий в РЖД? Несколько раз я специально, зная, что этот вопрос прозвучит, проговорил это. Ну, теперь выбор за вами. 500, 1000, 1500, 2000. Большинство ответило верно – 1500 человек. Идем дальше. Да, действительно, давайте еще раз проговорю. Это абсолютно так. У нас вот на стажировке, допустим, даже нейролингвист как-то раз проходил стажировку, и в компании, ну, правда, каждый может себя найти при желании, конечно, при желании и потребности. Так, идем дальше. В РЖД каждый год тематический, как в России. Какой год в РЖД в 2021? Чему его посвятили? Науку и технологии, образование, экологии, семьи, любви и верности. Науки и технологии. На самом деле, да, правильный ответ – экология. Только-только у нас сейчас заканчивается, хотя еще не завершен, экотон, который мы проводили для студентов. Не знаю, может быть, кто-то, кто будет смотреть сейчас или после, участвует в этом экотоне. Желаю победы тем, кто участвует. Ну, к слову про экологию. Железнодорожный транспорт, в принципе, самый экологичный транспорт в мире. По статистике, по правилам, регламенту. И компания наша очень сильно озадачена развитию этой экологии. И принимаются целые программы. Я сам не так давно узнал, что, например, когда строится железная дорога в том или ином месте, ну, это нормально, это потребность железной дороги нужно развивать. Компания высаживает в соразмерном количестве потом деревья, восстанавливает экологию в других местах для того, чтобы компенсировать то, что происходит, когда строится железная дорога. Не так давно сам об этом узнал. Идем дальше. Предпоследний вопрос. Время еще, вижу, есть. Как называется конкурс инновационных проектов для молодежи в РЖД? Тот самый конкурс, про который я вам рассказывал. Новая волна, новое звено, новое дыхание, новые горизонты. Да, почти половина из вас ответила верно. Новое звено на карьерном портале РЖД. Вся информация о нем. При желании участвуйте. Вам, как инженером, да и другим, кто будет смотреть, это особенно актуально, я думаю. Последний вопрос, финальный. Когда появилась первая железная дорога в России? 1643-й, 1752-й, 37-й год, 905-й. Большинство ответили верно. Действительно, 1837-й год. И этот вопрос я на самом деле поставил для того, чтобы сказать вам, что вот ровно с того момента начала развиваться железная дорога в России, железнодорожная отрасль. А РЖД, как компания, является правоприемником развития железнодорожной отрасли, как холдинг. Мы берем на себя ответственность развивать одну из крупнейших и одной из самых важных отраслей в России. Ну что, останавливаю демонстрацию. Готов перейти к вопросам, если они есть. Спасибо большое. Очень интересная игра, хоть я и проиграла в пусы прах. Есть несколько вопросов от ребят, которые регистрировались. И пока я их задаю, можно написать в чат, если у вас есть какие-то другие. Первое. Большой стаж работы на одном месте, то есть около 8 или 10 лет, это минус или плюс для нового работодателя, для вас, например. Ну, здесь, я думаю, нет однозначного ответа. Здесь можно рассматривать и плюсы, и минусы. Конечно, есть и то, и другое. И минусов их много, потому что, когда вы работаете в одной компании, как говорят, вы начинаете стагнировать, уже быть заточенным под эту компанию, и другие могут вас с меньшим интересом рассматривать. Но в то же время, если вы работаете в одной компании или во многих других, это не обещает любому работодателю, что вы являетесь профессионалом. Самое главное все-таки для профессионала, для работодателя, который вас рассматривает, чтобы вы были компетентны, чтобы вы были, по-простому говоря, профи. И думайте, прежде всего, на мой взгляд, об этом, чтобы развивать свои навыки, компетенции, становиться таким профессионалом, что, несмотря на любой стаж, вас будут рассматривать абсолютно все, и как только вы направите кому-то свое резюме, будучи в одной компании, в другое подразделение, как в РЖД, или на рынок, допустим, выйти, вас сразу захотят взять на работу. Вот примерно так я отвечу на этот вопрос. Перейдем тогда к следующему. Вы упоминали про статус как молодой специалист, который дает какие-то бонусы. И вот, мне кажется, могут возникнуть вопросы, к кому именно, кто будет относиться к молодому специалисту, поскольку студенты за время обучения, они проходят где-то стажировки, какие-то практики. Считается ли это за опыт работы? Статус молодой специалист, он присваивается в тот момент, когда вы становитесь работником компании. И один из ключевых критериев, что РЖД для вас должно быть первым работодателем. Про другие критерии можете почитать на карьерном портале РЖД. Там все написано, но практики и стажировки, они не входят в перечень того, что если вы проходили стажировку, это не значит, что вам не присвоят этот статус. То есть здесь имеется в виду полноценное такое трудоустройство, другую компанию. Если оно было, потом пришли в РЖД, тогда вы не можете рассматривать себя, как молодого специалиста. Вот именно получить статус. Хотя другие льготы для вас все равно будут доступны, возможно, повторюсь, их также много и не обязательно быть молодым специалистом. Мне кажется, важный момент, что стажировка в данном случае не считается как уже полноценный опыт работы. Поэтому те, кто за время обучения где-то стажировался, это не страшно для получения этого бонуса. Следующий вопрос, он скорее такой достаточно сложный, порассуждать. Как сохранить монополию на рынке? Честно сказать, такой действительно сложный вопрос. Я не уверен, что в принципе я компетентен на него отвечать, но я вам хочу сказать, что про РЖД часто говорят, что это монополия, но это не совсем корректно на самом деле. для РЖД – это в первую очередь холдинг, который включает различные компании в себя. И помимо этого в РЖД в том числе есть и конкуренция. Здесь отвечу как на первый вопрос. Есть плюсы и минусы. Конкуренция просто односложная. Отвечу, конкуренция в железнодорожной отрасли есть. Если вы погрузитесь в эту специфику, поймете ее, почитаете более подробно, то вы будете знать, что она есть. И, конечно, любая конкуренция – это развитие. Спасибо за ответ. К сожалению, у нас уже заканчивается время. Поэтому если у кого-то из ребят появятся вопросы, можно писать все опять же нам. Третий раз повторю, мы обязательно передадим это коллегам. Если позволить, я тут увидел Владимира Стрельникова. Фотография – это наш бывший амбассадор прошлого потока. И просто хочу передать привет. Володя, привет. Очень интересно совпало, да. Все, тогда я прощаюсь со всеми. Коллеги, большое вам спасибо о том, что вы присоединились сегодня к нашему мероприятию, о том, что рассказали о себе, о своих карьерных возможностях. Мне кажется, это достаточно интересно. И напомню, что все вакансии от наших партнеров, они есть у нас на сайте Олимпиады. Поэтому, если вы откликаетесь, мы все обязательно передадим нашим коллегам из компании. Всем хорошего вечера.